Друзья, всем привет из солнечной Латвии, где мы на этих выходных с семьей проводим отдых, наш отдых. И мы приехали сюда на мотокросс. Два дня будем болеть за наших эстонских мотоконщиков, и прямо сейчас мы отправляемся уже на трассу. А вот это отель, который приютил нас. Так, в кадре Эвелин. Вот это отель. Так, еще и Аника здесь, конечно же, обязательно. Она играет в Мэри Поппинс. Вот она с зонтиком. У нас солнце. Ой, именно тогда, когда я снимаю блог, кто-то обязательно позвонит. Так, это моя мама, нужно ответить. Так, все, с мамой поговорила по телефону, теперь поехали на мотокросс. Так, и мы едем на мотокросс. Наша дружная семья. Слушаем русское радио. Так, сколько нам ехать? 100 километров? 40. Окей, нам 40 километров. Солнышко отражается. 60 градусов сейчас. Сколько? 16. Окей. 16 градусов, типа. Что еще надо северному человеку? Больше ничего? 64 градусов. Так, и мы прибыли в Кегумс. Мы теперь находимся там, где проходит мотокросс. Вот у нас с собой эстонский флаг развивающийся. Вот он. Красота невероятная. Пойдем болеть теперь и поддерживать наших эстонских мотогонщиков. И невероятно приятно, что на этом чемпионате их достаточно много. Так, вот такой билет мы получили. Вот такой билет у меня на руке. И мы эти билетики обычно храним, сохраняем. Они у нас дома в коробочке отдельно лежат. Это знаменитый латышский мотогонщик Матис Карро. Да, это не так. Ты не успел, что вы сейчас на руке? Да. Не успел. Не успел. Не успел. Не успел? Не успел. 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 Нету. Бульдозер готовит трассу к заезду. Один из самых эффектных моментов в Мотокроссе это старт. Мы сейчас стоим в ожидании старта. По старту еще сколько? Еще минут 10, но здесь уже вся площадка давно забита. Все места забронированы. Вот это вот здесь отсюда будут стартовать мотогонщики. Они сейчас на своих позициях делают такую специальную дорожку для себя. Вот там ногами ее. И скоро будут стартовать. Вот это наш флаг висит, это наш. И вот тут наши дети стоят тоже в ожидании. Вот здесь сколько народов. Команды занимают свои места вот здесь. И вот напротив. Мотогонщики уже готовы, уже стоят. Скоро заведут моторы и встанут к старту. До начала старта остается одна минута. Вот по полю идет, кстати, я не вижу ее на камере видно здесь или нет. Идет девушка. Я не могу понять, когда я пальцем показываю. В общем, вот-вот-вот-вот-вот. Девушка по полю идет и показывает, что остается одна минута. Девушка, конечно, очень красивая. Но как иначе? Может на мотокроссе. Так, ну вот, мотогонщики уже стоят. Уже завели моторы. По шуму это понятно. Вот там стоит мужчина с зеленым флагом. Когда он поднимет зеленый флаг, будет отсчет 15 секунд и потом 5. До начала старта. Покажи где Джеффри Герлинг. Где Джеффри Герлинг? Там. Первый слева. Первый слева. Вот там Джеффри Герлинг стоит. А следующий за ним? Паус Йонас. И Джереми Симмер третий. Вот. Вот за ними мы будем следить. Гонка будет очень интересной. 15 секунд. Вот там, к сожалению, не видно, наверное. Вот там стоит девушка, она показывает. 15 секунд. До старта. Вот вы увидите готовность мотогонщиков. И это слышно по звукам моторов. 5 секунд осталось. До старта. Окей. Это не сзывно. Максенскин не сзывно. Ну, пойдем снимаем. Сейчас покажем вам бомб. Так, мы идем к следующему этапу. Мы в Ирлинске, в Паус-Джонске. Он даже на Макс-Сенске. Чтобы в течение дня на мотокроссе деткам не было скучно, мы придумываем для них различные задания, которые мы называем челлендж. Вот, например, сейчас для всей нашей семьи челлендж такой – найти красный круг. Вот, например, как только ты фокусируешься, что нужно искать красный круг, ты вокруг начинаешь замечать. Вот, например, один красный круг мы нашли, но это уже четвертый, который мы находим здесь гуляя. Да, Аника, опять застряла? Или вот, например, следующее развлечение? Юра, Аника опять в полу застряла. Или, например, следующее развлечение нашего ребенка. Она с палочкой ходит, она рисует магический круг, из которого ей никак не выбраться никаким образом. И только папа может ее спасти из магического круга. Вот круг, вот он начерчен, и папа сейчас будет спасать. Двойной круг – это вообще-то не так-то просто выйти оттуда. Первый проход. Окей, мы спаслись. Так, ура, наша девочка спасена. Мы вышли из магического круга. Так, и пошлите искать красный круг. Так, мы перекусываем. У нас обед свежий, да? И так, конечно, не очень полезная. Как вы сейчас, не очень вкусная. Но у меня вот, это мой, сейчас обед конки другого, пока не кушаю. Они тут поглощают. Аника, что ты тут у меня кушаешь? Вот, шашлычок, картошечку фри и кетчуп. А Уэблин гриль – сосиска, да? Да. Еще одно развлечение на Мококроссе. Рисовать на песке и угадывать, что здесь нарисовано. Я не знаю, слышно ли меня или нет в кадре. Я нарисовала. Я нарисовала. Угадайте, что. Угу. Сейчас поближе сниму, как они едут. Точнее, как они отсюда вылетают. Вообще, там, где много места и много грязи, ребенку никогда не бывает скучно. Вот это быт мотогонщика и его семьи. Бусики, столики, мангал. Рядом проезжающие мотоциклы, пылящие. Романтика, одним словом. Романтика спорта. Вот такой быт. И вот мы сейчас как раз-таки прогуливаемся и смотрим, высматриваем знакомых мотогонщиков. Тут машины припаркованы. Машин очень много. И пыль с толпом. Продолжение следует... Продолжение следует... Я повисла на заборе, потому что спина болит ужасно сильно. А мой ребенок чистил мне влажными салфетками. Сейчас покажу. Вот мой ребенок, да. А вот моя обувь. Она, по идее, уже стала чище, чем была до этого. Вот моя обувь. Здесь так пыльно, что чистить обувь вообще бесполезно. О, моя спина цыает. Это по-латышски мороженое. Два дня гонок пролетели вот так, очень быстро, мгновенно. Дети умоляли остаться еще, потому что они сказали, им здесь очень нравится. Они не хотят еще уходить с гонок. Мы получили большое удовольствие от этого мероприятия. Накопили на себе пыльный мото-кросс на несколько килограмм, который теперь будем машину отряхивать. И поедем теперь домой. Держим путь уже. Держим путь на Эстонию. Спасибо, что вы были вместе с нами, посмотрели этот влог. Надеюсь, вам было интересно. Если так, то обязательно жмите лайк. Подписывайтесь, если еще не подписаны. И до новых встреч на моем канале. Все. Пока. Пока. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.